Пропарусный кубок залива Петра Великого не слышал только ленивый. Однако не все знают, что подобные соревнования проходят и среди самых юных яхтсменов. На Дальнем Востоке это самые крупные гонки в детско-юношеском классе «Оптимист». В этот раз регата вновь отличилась большим количеством участников. «Заявилось 78 человек. Это у нас ребята из Иркутска, из Сахалина, Холмска, Невельска, Хабаровск, Ванина – очень такая серьезная команда, Комсомольск на Амуре, ну и наших три клуба традиционно – Морской государственный университет, Алые паруса, Остров русский и Семь футов». На старте ребята младше 16 лет. Каждый из участников перед выходом на воду практически с нуля готовит свою лодку. А тут, между прочим, забот не впроворот. Однако, несмотря на свой юный возраст, яхтсмены уже имеют за спиной немалый опыт и какую-никакую копилку наград. Гонки в акватории Амурского залива ежегодно привлекают сюда перспективных спортсменов с разных уголков страны. «Оптимист» – довольно простая лодка для детей. Именно с этого маленького кораблика начинали свою карьеру практически все опытные яхтсмены. Для многих юниоров гонки на «Оптимистах» также ознаменуют старт самой насыщенной части сезона. «Эти соревнования для меня важны тем, что просто показать свой опыт на этих соревнованиях за то, что я наработала на весь год. В Севастополь, да, я ездила. Там было 84 участника. В общем, в зачете я была 10-я, а по девочкам третье место». «Нам купили в этом году буера. Мы тренировались на льду. Ну, это буера, такие ледовые оптимисты. Ну, также у меня есть другой вид спорта, я им занимаюсь. Баскетболом занимаюсь». «Как-то помогает?» «Да, помогает. Я расту на баскетболе и откренивать лодку легче в сильный ветер». Соревнования будут идти в течение пяти дней. На коварной акватории Японского моря яхтсменам предстоит показать свою выносливость, умение вести тактическую борьбу и способность совладать со швертботом. Всего планируется провести 12 гонок, однако все будет зависеть от главных факторов в парусном спорте – от погоды и ветра в море. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом.